В прошлых видео уроках я вам показывал, как изготовить шкаф купе, как собрать раздвижные перегородки системы Versal. Если вы вдруг решите изготовить такие перегородки самостоятельно, то в первую очередь вы столкнетесь с вопросом, каким образом их рассчитать. Вот этот видео урок будет посвящен именно вопросу, как рассчитать раздвижные перегородки системы Versal. К этому уроку я приложу вот такую пояснительную записку на нескольких листах. Здесь будут указаны размеры необходимые для расчета и также бланк, который поможет вам рассчитать все и выписать все необходимые значения. Итак, сейчас на, скажем, виртуальном примере я вам покажу, каким образом рассчитать перегородки и воспользоваться этим бланком. Значит, смотрите, в пояснительной записке у меня по пунктам расписано, с чего начать. В первую очередь вам нужно узнать ширину и высоту проема, куда вы будете вставлять эти перегородки. Ну, скажем так, проемом можно считать расстояние между стенами у вас в квартире или это может быть короб шкафа. То есть вы сделали короб, оставили место под направляющей, это и есть ширина проема. Если это короб шкафа, то шириной проема, высотой проема все понятно. А если это расстояние между стенами, здесь не все однозначно, потому что, скажем, потолок не всегда бывает параллелен полу, потому что строители строят не всегда ровно. То есть идеальной одинаковой высоты между вот этими точками и вот этими двумя точками вы не добьетесь. Но система Версаль позволяет нам компенсировать до 25-30 мм разницы высоты потолка. Поэтому для того, чтобы нам с вами высчитать высоту проема, нам нужно взять среднее значение. Ну вот, предположим, если одна сторона у вас будет 2,60, а вторая 2,630, то среднее значение высоты проема, которую нам нужно взять для расчета, 2,615. Ширина проема тоже может быть не всегда одинаковая. По низу может быть расстояние чуть меньше, чем по верху или наоборот. Но для того, чтобы нам с вами рассчитать перегородки, опять же, нужно выбрать среднее значение. Если же у нас стены будут немножечко завалены в сторону, вы можете задать вопрос, а каким же образом тогда будет стоять перегородка. Тогда перегородка сама по себе будет немножечко наклонена в сторону, вот таким образом, как я сейчас показываю ручкой. Ну, если, скажем, ваша стена в доме будет завалена на 1-1,5 см, этого видно не будет. Если будет завалено больше, то, конечно же, желательно что-то придумать, может быть, какие-то декоративные элементы поставить, чтобы двери упирались в вертикально ровный проем. Значит так, первое, с высотой проема мы с вами определились. Второе, вам нужно определиться с количеством дверей. Сколько у вас будет дверей? Три или две? Для того, чтобы определиться с количеством дверей, нам нужно будет, опять же, в пояснительной записке прочитать, что при расчете дверей следует учитывать, что их максимальный вес не должен превышать 50 кг. Здесь даны приблизительный вес стекла. Значит, стекло у нас на 1 квадратный метр весит примерно 10 кг. А ДСП примерно 8 кг на квадратный метр. То есть, исходя из этих данных, можете примерно прикинуть, какой ширины должны быть у вас двери. Далее. Значит, мы с вами понимаем, что перегородки у нас должны быть немножечко меньше проема. Это вот уже этап расчета. Значит, здесь вот в инструкции показано, каким образом рассчитать высоту профиль ручки. Значит, смотрите, профиль ручка у нас имеет высоту на 45 мм меньше, чем высота проема. Берем высоту проема минус 45 мм. Это получается размер ручки. Никакие направляющие в этом расчете не учитываются. Только берется высота проема. Значит, еще раз напоминаю, что вам нужно взять среднюю высоту проема. Если у вас возникает вопрос, а как же, куда будут эти миллиметры деваться, если там где-то выше, где-то нише. Вот смотрите. Верхняя направляющая, она специально имеет вот такую вот широкую, как бы, широкий вид. И, в общем-то, ролики будут либо глубже туда заезжать, либо вот таким вот образом в краю съезжать. И, как бы, это будет компенсировать переменную высоту вашего потолка. Также, перед тем, как вы примите решение изготовить шкаф, вам нужно будет определиться с тем, какую профиль ручку, вертикальную профиль ручку вы будете использовать в ваших работах. Ну, вот, профиль ручка, да, то есть это боковая часть, она имеет разные виды. На сегодняшний день видов профиль ручек насчитывается более 10. Я вам привел здесь в инструкции три самых популярных ручки. Ну, если вы решите заказать какую-нибудь своеобразную ручку, какая вам понравится, а я, как сказал, что их больше 10 видов, каждый год каждый производитель придумывает новые ручки, то вы можете просто либо взять инструкции у производителя, либо просто померить эту ручку самостоятельно. Вот эта вот ручка 39 получается. Итак, значит, как воспользоваться планком расчета? Прежде чем приступить к расчету, нужно сделать кое-какое пояснение. Дело в том, что каждый производитель профилей имеет свои каталоги, и в этих каталогах он указывает различные формулы для расчета дверей. Вы можете, конечно, воспользоваться этими каталогами, найти эту литературу и использовать ее, но в этих каталогах есть один интересный нюанс. Заплющается он в том, что, используя формулы разных производителей, у вас будет получаться разное значение ширины дверей. И очень часто мне мои подписчики задают вопрос. Вот посчитал по этой схеме, получилась такая ширина. Посчитал по этой схеме, получилась другая ширина. Какую схему правильно использовать? Какой правильный расчет? На этот вопрос я ответить не могу, потому что я не проверяю схемы каждого из производителей. Можно предположить, что они все правильные, и погрешность в несколько миллиметров не имеет большого значения. Но сам лично я предпочитаю применять свою собственную схему, скажем, визуальную схему. Когда вы визуально все рассчитаете, вы будете понимать, откуда, как говорится, растут эти миллиметры. Итак, первое, что нам нужно с вами сделать, это на бланке заказа нарисовать наши с вами двери. Предположим, в этом проеме у нас будет три двери. Мы с вами можем, конечно же, здесь нарисовать и четыре двери, и пять дверей, и две двери можем нарисовать. Это не имеет никакого значения. На этом бланке не обязательно рисовать все в пропорциях. Поэтому мы с вами изобразим сейчас три двери. И вы посмотрите в реальном времени, насколько долго это все делается. Обратите внимание, конечно, на тот момент, что я еще, ко всему прочему, пытаюсь вам все объяснить. И двигаюсь вокруг камеры, что тоже отнимает у меня время. Таким образом мы рисуем профи ручки, разделяя нашу нишу на три части. Чем удобен этот бланк? Тем, что у вас будет и эскиз, и все размеры в одном месте. И если вы где-то что-то забудете, всегда легко можно будет вернуться к этому эскизу. Итак, вот у нас получилось три двери. Давайте сделаем небольшую художественную композицию из этих дверей. Предположим, нам заказчик попросил посередине сделать зеркальную дверь, веркало. А вот здесь вот такие, скажем, декоративные вставки попросил сделать. Раз. И вот так вот разделим. Как было в курсе. Визуально примерно так. Значит, здесь мы можем тоже написать зеркало, либо взять стекло в локобель. Ну, в общем, не будем еще придумывать. А здесь у нас будет LDSP. Здесь LDSP, LDSP, LDSP. Все, теперь мы понимаем уже, что мы хотим рассчитать. Значит, первым делом нам нужно с вами указать размеры ниши. Сейчас я возьму для расчета круглые значения, чтобы удобнее нам с вами было считать. Ну, а вы, естественно, будете брать те размеры, которые у вас будут до миллиметра. Значит, здесь мы возьмем размер 2500 миллиметров. А здесь мы возьмем размер, ну, пускай тоже будет 2500 миллиметров. Итак, в первую очередь нам нужно нарисовать план сверху. Как эти двери между собой будут перехлестываться. Значит, от руки быстренько рисуем две задние двери, которые будут находиться в глубине. И рисуем переднюю дверь. Значит, вот таким образом они у нас будут перехлестываться. Вот это вот у нас квадратики, это у нас профиля. Значит, берем либо из таблицы, либо меряем профиль и высчитываем ширину профиля. Значит, вот у меня в таблице тут несколько видов профилей. Предположим, мы возьмем вот этот профиль. Ширина у него 39 миллиметров. Если мы будем приклеивать шлегель мягкий на профиль, ну, чтобы двери, скажем, по торцу не бились в стену, тогда надо будет прибавить к этому шлегелю еще 2 миллиметра. Ну, давайте рассчитаем по голому профилю 39 миллиметров. Я вот здесь вот ставлю размер 39, 39, 39, 39. Это ширина профиля. Далее берем калькулятор и считаем ширину горизонтальный профиль балки. Значит, у нас ширина 2500, а тут 4 раза по 39. Значит, 39 умножить на 4 получается 156, 2500 минус 156, 2,344. Так как у нас 3 двери, делим это все на 3 части и получается 781 миллиметр. 781, 781, 781, 781. Это у нас ширина балки. Далее. Нам нужно заполнить всю вот эту таблицу с размерами. Значит, смотрите. Профиль ручка. Количество. Сколько у нас профиль ручек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Длина профиль ручки. Если у нас высота 2500 миллиметров, мы обращаемся к нашей записке, в которой указано, что высота профиль ручки – это высота проема минус 45 миллиметров. Следовательно, высота нашей профиль ручки, вот тут у меня есть пометочка 45 миллиметров, мы видим расстояние между профилем и потолком. Значит, 2500 минус 45 миллиметров, получается 2465 миллиметров. Это у нас будет профиль ручка. Дальше. Верхняя направляющая. Сколько у нас будет их? Одна штука. Вот эта верхняя направляющая здесь будет находиться. Длина 2500 миллиметров. Нижняя направляющая тоже одна, 2500 миллиметров. Две направляющие здесь находятся, да? Далее. Нижняя балка. То есть, вот эта вот нижняя часть двери. У нас дверей три, соответственно, три нижние балки. Размер их. 781 миллиметров. Верхняя балка. Тоже три. Тоже размер 781 миллиметра. Они одинаковые. Разделительная балка. У нас вот здесь вот зеркало. Значит, раз, два, три, четыре. Четыре штуки по 781 миллиметру. Ну, если еще что-то будет, какие-то элементы можете дописать. Наполнение профиля. Значит, у нас что у нас есть? У нас есть ДСП, у нас есть зеркало, два разных размера. Значит, давайте записываем. Значит, первое у нас ЛДСП. Ну, предположим, там бежевое, да? Зеркало, бронза и еще одно зеркало. Значит, ДСП, бежевое, у нас сколько их будет? Нужно сначала рассчитать их размер, а потом выписать количество этих деталей. Ну, если у нас, например, будет ДСП вот здесь вот одинаковое по размеру, нам нужно указать этот размер. Ну, с заказчиком обговаривать этот размер. Ну, предположим, мы с вами решим, что здесь ДСП у нас будет иметь размер 800 миллиметров. Предположим, здесь и 800 миллиметров здесь. Почему 800? Ну, так вот решили и все. Значит, количество деталей у нас будет четыре. Раз, два, три, четыре. По 800 миллиметров высота. 800 миллиметров высота дальше. Нам с вами нужно определиться с шириной. Какова ширина? Обращаемся к записке. Здесь у нас есть схема, на которой все понятно изображено. Значит, чтобы высчитать ширину ДСП, нужно к размеру профиля, вот он, профиль, прибавить 15 миллиметров. Для чего? Для того, чтобы у нас еще остались вот такие вот торцы по 7,5 миллиметров, которые мы вставим в профиль. То есть, ширина ДСП это, в моем случае, 781 плюс 15. Берем калькулятор и считаем. 781 плюс 15. Получается 796 миллиметров. Это ширина ДСП. Теперь, какой будет размер у нашего вот этого вот зеркала? Значит, смотрите. Этот размер нужно высчитать остаточным методом. Но как это высчитать? Опять же, обращаемся к вот этой схеме. В этой схеме мы видим, что от нижнего края нижней балки до начала расчета у нас расстояние 49 миллиметров. От верхнего края балки до начала расчета в 13 миллиметров. Если бы у нас была дверь целиковая, мы бы взяли бы просто, ну как бы не разделенную на эти вот эти все части, мы бы взяли просто высоту профиль ручки и отняли от нее 49 и 13. И у нас получилась бы единая вот эта вот вставка. Но так как мы решили еще разделить эту вставку на части, то нам из этого размера, который получится из единого, нужно еще отнять толщину вот этого разделителя. Ну и, соответственно, высоты вот этих вот ДСПшных частей. Толщина разделителя у нас где-то 1 миллиметр. Но для ровности счета, чтобы там не было никаких погрешностей, мы пишем 1,5 миллиметра. Также нужно учитывать, что стекло всегда вставляется в уплотнитель, а не просто лежит на металле. Поэтому толщина уплотнителя еще дополнительно имеет 2 миллиметра. Итак, высота профиль ручки у нас 2650 миллиметров. Нам из этого размера нужно вычесть 49 внизу, 13 сверху, 2 раза по 800 ДСП, 2 раза по 1,5 миллиметра толщина профиля. И еще нужно будет отнять 2 миллиметра на уплотнитель. И делаем все эти расчеты. И получается, что у нас вот это вот зеркало должно иметь размер 796 миллиметров по высоте. И записываем это в нашу табличку. 796. А ширина зеркала у нас будет рассчитываться следующим образом. Значит, ширина профиля плюс 11 миллиметров получается ширина зеркала, либо стекла. Стекло, зеркало это одно и то же. Следовательно, ширина профиля у нас 781 миллиметр плюс 11. 792 миллиметра у нас получается ширина вот этой вот зеркальной части. Зеркал у нас будет 2. Ну, собственно, вот и все. И третий расчет. Это у нас расчет вот этой зеркальной двери. Значит, количество 1. Высота профиля у нас будет 2465. 2465 минус... Снова отнимаем 49 и 13. Минус 49 минус 13. Получается 2403. Но, опять же, зеркало у нас вставляется в уплотнитель. Следовательно, нам еще нужно добавить 2 миллиметра на уплотнитель. Минус 2 снизу, 2 сверху. Получается 2399. Вот у нас высота получается 2399. А ширина получается точно такая же, 792, потому что двери у нас одинаковые. Вот, собственно, мы с вами сделали расчет. Дальше нам остается только посчитать длину шлегеля, если мы будем ее использовать. Но так как мы здесь считали без шлегеля, значит, здесь у нас шлегеля не будет. Уплотнитель до стекла, просто считайте, периметр, зеркал. Ну, здесь где-то будет 15 метров его. Если у вас будут стопора или доводчики, что вы будете использовать? Ну, так как мы вычили минус 45 миллиметров, здесь можно использовать 2 доводчика. Значит, пишем 2 доводчика. Стопоры у нас можно разместить только для вот этой вот передней двери, чтобы она находилась всегда в центральном положении. Можно приобрести один стопор. Ну, и колесиков нам нужно, так как 3 двери, 3 комплекта. Вот таким образом мы с вами получили полную детализацию на двери купе. И так, как видите, расчет занимает не так уж и много времени, не такой уж он и сложный, если логически все разложить по полочкам. Теперь у вас, если вы рассчитаете заказ, есть бланк спецификации. С этим бланком спецификации вы едете в магазин или на складке продаю профиля. Там на складе вы сразу же можете попросить распилить эти профиля по размерам, которые вы здесь выписали. У каждого магазина, у каждого склада, который продает профиля, обязательно есть маятниковая пила, при помощи которой там пилит этот материал. Дело в том, что длина профиля изначально больше 5 метров. И, естественно, 5-метровые хлысты никто не возит. Потому что, ну, элементарно, длина кузова газели чуть больше 3 метров. Поэтому обычно все профиля, которые заказывают, пилят с небольшим запасом, а потом снова их перепиливают. Ну, когда рассчитают нужную длину. А если вы делаете для себя, если вы сначала сделаете все расчеты, вы можете воспользоваться этой пилой и напилить все профиля прямо в магазине. Вам в этом не откажут. Ну, вот, собственно, и все. Для тех, кто смотрит это видео с YouTube и не знает, где взять эту пояснительную записку и бланк заказа, ссылка на мой сайт будет находиться внизу под этим видео. С вами был Лапо Андрей. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok